Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как в Лондоне проходит Рождество и как отмечала его я. Начну с того, что я жила в некоторых английских семьях и видела приготовление, то есть они наряжают ёлку, дети пишут списки подарков, о которых они мечтают, родители читают эти списки, что могут, покупают, запаковывают в подарочную упаковку и кладут под ёлку. Ровно в полночь с 24 на 25 декабря подарки могут быть открыты, но так как дети уходят спать раньше, они открывают подарки 25 декабря рано утром. Самые любимые подарки для взрослых англичан это открытки. Умение написать поздравления, пожелания и всего самого лучшего на Новый год, на следующий год, а ещё и если применить британский юмор, считается самым ценным для англичан, поэтому они так любят сохранять все открытки, развешивают их по всему дому и сами как таковой подарки им не очень нужны, а вот открытка очень ценится. Сочельник Рождества, который проходит вечером 24 декабря, когда вся семья уже в сборе и люди собираются за столом, куда они приносят готовую утку, индюшку и также есть некие какие-то рождественские блюда, которые они любят готовить. Об этом, наверное, я попозже расскажу. Я сама не отмечала в английских семьях Рождество. Единственный раз, когда уже на 25 декабря меня пригласили посидеть за столом со всеми гостями, мне было скучно, реально скучно. Я не знаю, о чём они говорят, мне неинтересна их жизнь, то есть они вспоминают как бы всё, что произошло за год. Вообще англичане не очень любят ходить по гостям, особенно без приглашения к англичанам лучше не приходить. А встречаются они вот так вот за большим столом всей семьёй или всей большой компанией. Очень редко в основном это происходит на Рождество, поэтому этот праздник для них считается семейным и самым любимым праздником в году. Для меня же этот праздник совсем ничего не значит. Я приходила домой под вечер и ложилась спать. Ни с кем за столом я не сидела, ни с кем не отмечала, если я жила в это время в семье как няня или как хаускипер. Иногда я уезжала за границу отдыхать. По-моему, один раз я уехала на Канары отдыхать в этот период в Рождественский. Но цены, я могу сказать вам, очень кусаются именно в период с 23-24 декабря по Новый год. Очень кусаются, потому что многие британцы, многие европейцы едут на Рождество в жаркие страны. Цены кусаются. Также я улетала домой в Россию на эти выходные, потому что у меня тоже по учёбе были каникулы. И я могла, в принципе, договориться, так как семья дома и мне за детьми следить не надо, я могла договориться и куда-нибудь поехать. Старалась уехать. И могу сказать для тех, кто хочет лететь в Россию подешевле, 24 декабря вечером, когда все садятся за стол, уже никто не летает, поэтому билеты очень дешёвые на самолёт. Кстати, по поводу самолётов, транспорта, метро, автобусы, такси, даже такси, вообще не ходят 25 декабря. Абсолютно весь город вымирает 25 декабря, ничего не работает, магазины все закрыты. Пабы, возможно, открыты, некоторые были открыты, об этом я попозже расскажу. Но как бы всё абсолютно закрыто, делать нечего, и день такой мерзкий, как бы похож на наш поздний ноябрьский день, такой слякоть, мрак. И делать на улице тоже нечего. То есть выйти погулять на улице, если солнышко, это очень повезёт. Если снег, англичане молятся на снег на рождественский день. Они все мечтают, чтобы выпал снег, был белый Christmas, white Christmas, ла-ла-ла-ла. Они мечтают об этом, dreaming about white Christmas. Но, к сожалению, за все 8 лет, что я жила в Великобритании, снег выпадал дважды, не на Рождество, это было где-то в январе и в феврале. Но о том, что они делают, когда выпадает снег, я расскажу в других роликах, а пока вот про Рождество. В той семье, где я жила с собаками, они обычно уезжали на Рождество куда-нибудь, или на горнолыжный курорт, или во Вьетнам, я помню, ездили. И я оставалась с собаками у них дома. У них было очень красиво, потому что накануне Рождества у хозяйки происходит день рождения. Все абсолютно оформляется живыми елочными украшениями, декорациями. Очень красиво украшен дом. Естественно, только нижняя половина, куда приходят гости, у них там происходит пати. Также они вешают красивый венок на дверь. Кстати, венки, да, это тема в Великобритании. В основном богатые люди, ну, в принципе, можно найти дешевый венок, даже в премарке там за 5-6 фунтов можно купить. И даже не очень богатые люди вывешивают венки на дверь, никто их не ворует, никто их не вандалит. Все в порядке, и создается такое общее рождественское настроение. Помимо этого, естественно, весь город украшен елками, гирляндами. О том, как украшена центральная улица Лондона, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Ну, и о том, где можно сделать рождественскую фотосессию, я тоже рассказывала. Огромные универмаги, которые декорируют свои витрины и залы елками, елочными игрушками, гирляндами. Приходите туда, как вот я рассказывала в ролике про Харатс, и фотографируйтесь. Вот такие вот получаются фотографии. Но учтите, что абсолютно все украшения снимаются 25 декабря или 24. 26 декабря, когда начинается боксинг-дей, уже практически нельзя найти никакую елку в универмаге, никаких фотографий уже не сделать. У них новогодние праздники заканчиваются 26 декабря. Новый год для них вообще ни о чем. И вот когда хозяева собак уезжали куда-то на Рождество в какие-то теплые страны, я оставалась с собаками, ко мне приезжала мама. И мы вот так дружненько вместе отмечали Рождество. Вот в этих красивых декорациях тоже фотографировались. Тоже такая некая своеобразная фотосессия. К сожалению, основные украшения, которые могут посыпаться после Рождества, их хаускипер убирал сразу же в первый день после их отъезда, потому что хаускипер не приходила там в течение недели-двух убирать дом, потому что они уехали и убирать нечего в принципе. Поэтому она убирала все елочные декорации, потому что через две недели они все осыпятся. А какие-то цветы в красном в основном стиле они оформляют Рождество, оставляла. И мы вот в этих вот декорациях с мамой любили фотографироваться вместе с собаками. Посадим их на колени и сидим такие гордые, фоткаемся. Однажды я провела рождественский день вместе с моей семьей уже у брата. То есть мама приезжала, и я в тот момент приехала к брату, и мы вместе провели рождественский день. Так как дома было делать нечего, мы пошли гулять, он жил на Стратфорде, мы дошли до Виктория парк. Это достаточно далеко от Стратфорда, но в принципе прогуляться там час туда, час обратно, и там где-то час мы протусили. Было интересно, мы взяли с собой термос, какие-то пирожки, и там в беседке Виктории парки сидели, кушали, пили чай. А потом нам захотелось в туалет, и мы стали искать, куда бы сходить, а всё закрыто. И мы нашли единственный паб, который был открыт, и там куча народу. То есть этот паб, наверное, в этот день заработал, наверное, свою недельную или двухнедельную выручку. Очень много народу, люди все сидят, общаются, приходят с детьми. В паб с детьми это нормальная обстановка в Лондоне, вообще в Англии. А однажды мы с мамой по заданию моего агентства ходили, снимали заплыв вот таких вот Санта-Клауса. Люди плывут в шапках, в костюмах Санта-Клауса, в озере Центрального парка, в Гайд-парке. Тоже было интересно, но это событие происходит в 9 утра, мало кто встанет и пойдёт смотреть. Но люди, которые просыпаются рано и которым делать нечего, которым не надо оставаться с семьёй, и которым хочется куда-то выйти и что-то посмотреть, пожалуйста, приходите в 9 часов утра 25 декабря в Гайд-парке рядом с клубом Серпентин. Там такая кафешка, называется, по-моему, тоже Серпентин. Там, где люди плавают ежедневно, происходит вот это вот такое событие. Можно посмотреть и как бы просто прогуляться, если вы же живёте недалеко от Гайд-парка. Ну вот пока, наверное, и всё, что я хотела сказать. Я даже не помню, что ещё. Но имейте в виду, что в Рождество нам, русским, делать абсолютно нечего. Погода дурацкая и выходить из дома. Поэтому, может быть, как-то все вместе собраться одной гурьбой, как и с какими-то родственниками или друзьями, и просто сидеть, отмечать, играть в какие-то игры, смотреть какие-то фильмы. Наш праздник – Новый год. Но Новый год англичане отмечают только фейерверком. И пока на этом всё. Я не прощаюсь с вами. Говорю до свидания, до новых встреч.